болгарская сказка хитрый петр и ростовщик как-то хитрый петр залез долги имея большую семью много детей он никак не мог свести концы с концами некуда деваться пришлось ему идти в город к одному ростовщику просить денег в долг тот дал денег вот уже время отдавать деньги настало а хитрого петра что-то не видно тогда ростовщик сам приехал в село к петру петр долго мне еще ждать когда вернешь деньги подожди хозяин пожалуйста еще год попросил хитрый петр мы хорошо поработали в этом году вот только уберу урожай продам часть тогда я с тобой рассчитаюсь этот ростовщик был человек терпеливый и согласился подождать но год выпал засушливый земля не уродила хитрому петру нечем даже было накормить детей а тут снова ростовщик проезжает петр возвращай мне деньги прошел год а ты все не можешь вернуть долг хитрый петр вытер вспотевший лоб и говорит подожди еще хозяин пока уродится пшеница на моем поле для нас обоих весь урожай поделим на двоих по-братски а как иначе рассчитаться мне с тобой я все испробовал ходил по чужим краям на заработки 300 работ переделал а денег все нет женой вдвоем пашем как лошади по чужим полям и только чуть-чуть детям на хлеб добываем по ночам не сплю и жена моя не спит все думаем думаем вдвоем где денег взять чтобы тебе отдать но ничего не придумывается однако одно я знаю хорошо до сих пор я не спал и думаю как тебе деньги отдать а теперь ты начинай бодрствовать и думать как свои деньги вернуть ну как теперь мы уже нашли общий язык будь здоров как разживусь на деньги так сразу к тебе и петр с легким сердцем закрыл двери перед кредитером